Всем привет! С вами Юля и сегодня я хочу поговорить с вами о планах на апрель месяц. Планы это дело такое сложное, потому что они редко когда выполняются, но без плана тоже жить нельзя. Нужно задавать себе вектор и продвигаться, стремиться к выполнению, к достижению цели. Пусть не 100%, но 70, 50, сколько, сколько получится. Главное нужно задать себе план. И я вот сидела, у меня прям было вдохновение, я в моем блокноте в рукодельном, у меня вот такой вот блокнотик есть. Я в общем редко делаю записи, но у меня было вдохновение, я пыталась себе сделать какие-то планы. Ну и тут итоги подводила в марте месяце у меня. Три финиша, недавно вы видели, это бычки от Риолис, монограмма от Этеи, ракушка, игольница от Риолис. Старты состоялись, ракушка началась, завершилась, яркие птицы Вирвака, еще нужно записать сюда от Лавандры Лендлейс Ангел Мира. Еще не записала. Вот. И также я себе сделала какие-то планы на апрель, расписала на каждый месяц, сделала какие-то такие пометки. Мне было просто интересно, что у меня будет получаться, как будут развиваться мои рукодельные дела по месяцам. И я планы мои разбиваю на старты, на продвижения и на финиши. Вот. Поэтому поговорим, во-первых, о продвижениях. У меня здесь три процесса. Это те процессы, которые участвуют в СП Райский сад и участвуют в игре в рулетке. Так как они участвуют в игре в рулетке, то обязательно какие-то из этих процессов будут продвигаться. Может быть, все три. Может быть, не все три. Да, это дело случая. Но на эти процессы я не загадываю каких-то финишей, масштабных продвижений. Главное, какие-то продвижения. Во-первых, это Джанлин 4 сезона птиц. На данный момент вот так выглядит работа. Я вставляю картинку того, что должно получиться. И я планирую немножко повышевать. Даже если она не выпадет в рулетке, я хочу завершить хотя бы вот этот дизайн, где у нас весна. Я думаю, что 3-4 дня уделить ему, и можно все это выполнить. Здесь не так-то много осталось. Поэтому очень такой реальный план. Я думаю, что я с этим смогу справиться. Вот, откладываем. Моих птиц дальше. Дальше, дальше, дальше. У нас Dimensions, зимние радости. Тоже этот процесс участвует в рулетке. Но рулетка наша пока не очень любит зиму. Но это же дело случая. Она может изменить свое настроение. И начнет выбирать эту работу. Будет продвигаться. Но если не будет она продвигаться в рулетке, я хочу вышить хотя бы пару тысяч крестиков. Где-то вот этот домик обрисовать. И для апреля месяца мне, в принципе, достаточно. Хоть минимум, хоть тысячу крестиков. Но желательно две тысячи. Я буду очень-очень рада этому продвижению. Вот такие у меня здесь планы. И еще одна работа, которая участвует в этой игре. Это вербака «Яркие птицы». Вставляю картинку того, что должно получиться. И то, что сейчас у меня есть. И 40% на данный момент рулетка очень любит цветы. И шансы у этой работы есть завершиться. Не сложный, небольшой дизайн. Но если не завершится, ну ничего страшного. Главное, чтобы она продвинулась. Но тоже, конечно же, я ее ставлю в планы на продвижение. Это вот такие процессы, которые у меня в игре. И они обязательно как-то должны себя обозначить. Ну, хоть небольшим количеством крестиков, да. Вот так мы их сюда убираем в стопочку. Давайте посмотрим другие процессы, которые будут так же продвигаться. Так, следующий процесс, который идет на продвижение. Это «Лавандер эндлейс. Ангел мира». Напоминаю картинку. У нас сегодня это один из любимейших. Просто очень любимый и желанный дизайн, процесс. Я буду его обязательно вышивать. В приоритете то, что нам выбирает рулетка. Обычно я начинаю неделю с рулетки, а потом какие дни остаются. Я уже беру любой другой процесс. И вот этот процесс будет вышиваться, соответственно, в эти свободные дни. Я его очень-очень люблю, поэтому он будет продвигаться. В общем-то, он будет без каких-то осложнений продвигаться. Не нужно будет там что-то придумывать. Я очень довольна всеми материалами, поэтому он просто вышивается и вышивается. Вот такая моя красивая-красивая девушка. Не буду ставить планы, что сколько вышит, сколько вышится, столько вышится. Это просто процесс. Дальше. Дальше. Есть еще Dimensions, но не принесла. Давайте посмотрим то, что под рукой. Потом принесу вам уже станок. Покажу, напомню. Дальше. Давайте я вам покажу вот этот процесс. Этот процесс у меня пойдет на завершение. Здесь у меня 50% вышито. Процесс, в общем-то, легкий. Здесь нет каких-то сложностей, что-то, что может стопорить работу. То все вышивается очень логично, просто, приятно, интересно. Эбексич этот тоже преодолим. Он как бы местами нудноватый, но он преодолим. Поэтому вот это у меня претендент на финиш. Но я прям ставлю себе в планы его завершить. Я думаю, что по чуть-чуть, по чуть-чуть вышиваю. И у меня это все получится. Вот, панна, оберег. Дальше. Так, ну давайте я вам покажу то, что под рукой. Как мы уже сказали, пойдем по стартам и финишам. Есть у меня вот такая штучка. Это заготовка под игольницу. Такая деревяшечка симпатичная. Я хочу здесь выполнить на черном бархате красивые розы. Ну и, в общем, сделать себе красивую такую игольницу. Это работа одного вечера. Такая небольшая, очень интересная будет работа. Поэтому я думаю, что это выполнимо. Я хотела на этих выходных сделать, но на этих выходных у меня началась подготовка к отчету по совместному проекту «Райский сад». И поэтому на следующих выходных сделаю. Дальше. Есть у меня вот такое вот прекрасное яйцо от Риолис. Бисероплетение я еще ни разу не пробовала. Представляете, ни разу, ни разу. Поэтому мне очень-очень хочется начать и, соответственно, и выполнить. Тут, я думаю, что на пару вечеров. На пару вечеров. Давайте посмотрим, что у нас здесь находится в этой коробочке. Ну и, как интересно, я сюда еще не заглядывала. Есть такое деревянное яйцо. Ага, оно тоже стоит. Ого! Во как! Во как! Есть яйцо. Так. Подождите, не падайте процессы. Так, мне опять нужна беленькая, наверное, беленькая бумажечка. Так, чтобы показать вам бисер. Ну, какой красивый бисер. Охо-хо-хо-хо. Ленточки, бусинки. Ну, какая красота. Что вы говорите? Так. Вот. Так. Там еще инструкция. Не буду я ее сейчас заставать. Вот. Так, смотрите. Вот такой вот прекрасный бисер. Очень-очень красивые оттенки. Особенно мне зеленый. Нравится. Последнее время зеленый цвет меня прям вообще. Он меня очень сильно впечатляет. Розовый такой. Сиренево-розовый. Ленточка. Бусинки. Хорошая комплектация. Вот. Почитаю инструкцию. И я думаю, что за пару печерков мы тоже с этим яйцом справимся. Будет у меня как раз опыт по бисероплетению. Тут есть иголочки. Так, прекрасно. Ну, все есть. Риолис вообще молодцы. У них все. Все очень хорошо. Достойно. Кстати, это подарки вот моей рукодельной феи. Поэтому вот. Видите, сколько у меня подарков. Вообще, очень счастливая вышивальщица и рукодельница. Так, что. Возможно. Не сто процентов. Но если у меня вдруг будет прям такой, знаете, месяц свободный. Не знаю, будет много свободного времени. Маловероятно. Но а вдруг? А вдруг у меня будет свободное время. И мне захочется начать. Я смогу. Не всегда хочется начать. Но я смогу начать какую-то или без корню, либо зигугу. Я больше склоняюсь к зигугу. Вы знаете, вот зигугу для меня весна. А вот без корню это уже лето. Она такая зеленовато. А здесь вот такие розовые оттенки. Вот, видите. Поэтому я очень хочу вышить зигугу. Прям вот смотрю и впечатляюсь, вдохновляюсь. Хочу зигугу. Ну, я себе откуда-то буду выдать два. Не знаю, смогу ли я их начать или нет. Но если начну, то это будет зигугу. Дальше будут у меня еще старты. Вы скажете, куда тебе, Юля? Ну, нужно спешить. Если рулетка будет активно выбирать моих птиц, я их завершу. Мне срочно нужно будет начинать следующий процесс. Я долго думала, какой мне взять в работу. И решила взять корзину с розами от Рока Блен. Этот наборчик я сама себе выкупала. Размер его 15 на 20 сантиметров. 26 цветов. Сейчас все открою, вам покажу. Пошел шире. Так. Картинка здесь маленькая. Поэтому вот. Вот. Поймала моя камера. Молодец. Вот такая картинка должна получиться. Очень яркая корзиночка. Такая симпатичная. Знаете, очень интересная. И у нас здесь вот такой маленький кусочек гобелиновой сетки. Представляете, вот такой. Меньше, чем А4. Вообще, малышка. Вам видно? Вот так. Лампа так светит, что я не могу понять, вам видно, либо не видно. Мне кажется, видно. Вот. Она с разметкой. Мелкая вот такая гобелиновая сеточка. Маленький отрез. Вообще, маленький-маленький. И так как здесь такой маленький отрез, я подумала, что, ну, ну, можно начать. Хотя, посмотрите, сколько ниток. Здесь очень много ниток. Ну, зеленых понятно, потому что там трава, листва, фон, все это зелень. Вот такие вот здесь огромные просто бобинки. Нитки такие интересные. Что за нитки, я не знаю. Так сложно определить. Цвета очень красивые. Процесс для меня интересный, потому что я никогда не вышивала гобелиновым стежком. Мне хочется попробовать. Поэтому я выбрала именно этот процесс. Но это будет в том случае, если я завершу ярких птиц. Да, если не завершу, он перейдет на следующий месяц. Это не в планах на старт. Это просто у меня мои запланированные наборы по совместному проекту. И они идут один за другим. Как только один завершает, начинается другой. Поэтому я решила вам показать и открыть этот наборчик. И дальше уже, чтобы... Ой, схему я уже не посмотрела. Давайте посмотрим схему. Ничего себе, какая здесь схема. Ничего себе. Смотрите, какая она крупная. Много листов. Ух ты. Ну, схема читабельная, я хочу вам сказать. Очень хорошо читается. Значки прям такие выделяются. Хорошо все. И крупненько. Мне нравится пораскрашивать ее. Удовольствие прям тоже пораскрашивать. Интересный процесс. Вот на первый взгляд, мне кажется, мне понравится. Но, конечно, нужно пробовать. Я, конечно, почитаю, как вышивается гобелиновым стежком. Как это все происходит. Пока я еще не озадачивалась. Вот. Ну, и еще один будет финиш. О, финиш. Старт, простите. Еще один старт будет. Я же прям со старту его открывать. Еще не показала обложку, но уже открывать набор. Это будет у меня старт. Вышивать буду сколько-то дней. Не знаю сколько. Здесь набор у нас от магазина Клубок Желаний. Дух Волка. Дизайн Dimensions. Размер работы 28 на 36 сантиметров. Вышивается на аиде 14 каунта бежевого цвета. Аида с обработанными краями. Вот органайзер с нитками и символами. Глав. Инструкция. Техника. Вышивки. Счетный крест. Полукрест. Обратный стежок. Французские узелки. Об этом дизайне я мечтала очень давно. Очень давно мечтала. И мне девочки подарили с Клубка Желаний этот набор. Знаете, даже так неудобно. Мне не сподобилось сразу его начать. И потом круговорот всего-всего. И так он откладывался, откладывался и долежался. Но вот я решила, что в этом месяце я его начну. Начну вышивать. И обычно вот эти дизайны вышиваются легко, приятно. И я уверена, что я не смогу остановиться. Я буду его прям вышивать тоже взахлеб. Давайте посмотрим. Какая здесь красивая основа. Я обожаю вот эту кофейную основу. Классно. На ней так смотрятся дизайны шикарные. Я вышивала на такой основе магнолию тоже. Вот девочек. Ну, дизайн дименшинс. Но это было, конечно, сказочный дизайн. И вот. Вот. Посмотрите, какие нитки. Как они классно смотрятся на этой основе. Ой, ну шикарно. Прям хоть бери сразу и начинать. Но чуть-чуть подожду. Чуть-чуть. Чуть-чуть подожду. Не через 10 начну. Надо чуть-чуть мне тут хвосты. Хвосты тоже подтянуть. И начну этот дизайн. Шикарно. Три планшетки. Давайте посмотрим. Три планшетки. Мне нравится то, что у девочек. Вот видите, планшетки. Они заламинированы. И каждая ниточка, да, вот ячейка. Подписан значок. Значок. Сразу написано, как вышивается этот крест, полукрест. Сколько вот здесь у нас идет пасом. Все подписано. Это очень удобно, потому что есть такие значки, которыми вышивается, вот как здесь. Смотрите. Вышивается вот эта ниточка. Вышивается два значка. Есть крестом и есть полукрестом. Бывает одной ниточкой, даже три значка вышиваются. И вот здесь все так сгруппировано удачно, что не нужен ни ключ, ничего. Нужны эти просто планшетки. Они заламинированы. Их, они не порвутся, с ними ничего не случится. Подписано, что это у нас Дух Волка 1. Видите, Дух Волка 2, Дух Волка 3. Все планшетки подписаны. Даже если они у вас смешаются с другими процессами, тоже вы их определите, что это от набора Дух Волка. Нитки здесь, кто-то говорит, ДМС не ДМС. Здесь, ну, раньше было из трех палитр. Что сейчас вкладывают, не знаю. Ну, вот на ощупь большее количество ДМС. Вот, такие классные яркие нитки. Я прям, ух, какая здесь основа красивущая. Красивущая основа, девочки. Ну, я уже ни одну работу вышивала у девочек, я уверена, в результате. Мне нравится их схема, как они ее создают. Она такая удобная. Хорошо читается. Вот, видите. Ну, взял и все, и вперед. Простая очень схема. Ой, Дух Волка, Дух Волка. Ну, подожди еще чуть-чуть. Столько уже лежал. Подожди, скоро я тобой займусь. Буду тебя вышивать. Вот, такие у меня планы. Единственное, сюда у меня не вошел Мать-Земля от Дименшинс. Вот, вставляю картинку. Вот, уже не буду бежать и искать этот, доставать станок. Он большой, тяжелый. А я спешу завершить это видео. Вот. Тоже буду продвигать этот процесс. Ну, в этом процессе я планирую вышить бэкстич. Ну, может быть, еще что-то повышиваю. Вот. В принципе, в принципе, девочки, у меня не так-то и много на апрель месяц запланировано. Вот. Не так-то и много запланировано, поэтому планы у меня достаточно реальные. Я же не ставлю себе планы все вообще вышить. Что-то нужно вышить. У меня, получается, три финиша запланированы на апрель месяц. Это вот ключ и вот эти мелочушки. Ну, это вообще, как бы, да, это все очень реально. Вот. Этот набор у меня начнется в том случае, если завершится другой. Ну, это будет у меня старт. Остальное все на продвижение. Вот. Такие у меня нехитрые, несложные планы. Главное, чтобы было время. Настроение есть. Слава Богу, у меня на вышивку всегда есть настроение. Не хватает только времени. А так бы я, конечно, вышивала и вышивала. Но нужно уделять и другим сферам жизни, так сказать, внимания. Что-то читать, чем-то еще заниматься. Вот. Поэтому, поэтому сколько получается, этому тоже рада. Вот. Все быстренько вам натороторила. Немножко сумбурно. Ну, потому что спешу. Сегодня с видео я как-то так затянула. Это второе видео. Вот. Ну, как получается. Я надеюсь, что вы повышевали, хорошо провели время. Мы с вами увидимся в новых видео. Желаю вам хорошего настроения. Также заходите в нашу группу ВКонтакте. И вообще ВКонтакте. Я ВКонтакте сейчас более активна. Потому что, ну, проще зайти, что-то написать, выложить фотографию. И также я завела себе в Фейсбук. Пока у меня там один подписчик только в Фейсбуке. Но я стараюсь и создаю контент. Заполняю. Добавляю туда отшивы. Если у кого-то нет доступа ВКонтакте, то в Фейсбуке, пожалуйста, вы меня сможете найти. Вот. Все новости. Желаю вам хорошего настроения. Шустрой иголочки, отшивов. Присоединяйтесь к нашему спе, к нашим играм ВКонтакте. На этом у меня все. До новых встреч. И всем пока-пока. Сегодня 25 марта. У нас невероятно холодно. Плюс 6. В некоторых районах даже выпал снег. Вот такая вот резкая перемена температуры и погоды. Мы приехали на наш любимый пляж. Здесь заповедная зона. Очень-очень красиво. Летом, конечно, здесь много людей. Но сегодня в такую погоду мы здесь буквально практически одни. Еще только встретили одну пару людей, которые прогуливались. Ну, здесь очень красиво. И знаете, вот эта тишина, краски, спокойствие. Ну, невозможно передать вам все свое, которое здесь есть. Очень ветрено. Может быть, звук не запишет. Может, это скажу. Ну, мне хотелось хотя бы показать вам картинку. Показать, какая здесь у нас красота невероятная. Там далеке идет дождь. Видите, вот облака темные. Там у нас голодный. Очень красиво. Гуляем в парке у Акрополя. И нашли сосна, обычная сосна. И вот на этой сосне вот такая странная ветка, которая обросла в виде шара, ну, как бы иголками. Может быть, здесь еще какое-то растение к нему пристроилось. Ну, в общем, вот такой вот шарик. Леон живой. Вот, пожалуйста. Вот такая сосна интересная в виде шарика. И очень-очень тяжелый, кстати. А рядышком вот здесь у нас черепашка. Увеличиваю, чтобы ее не спугнуть. Оно завтракает. Черепашка. Масенькая. Испугалась нас. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok